Добрый день, уважаемые коллеги, 15.00 по Москве. Итак, коллеги, нас сегодня собралось не очень много, но я вижу знакомые фамилии и имена, которые были на вчерашнем нашем мероприятии. Итак, я напомню тем, кто подключился к нам вновь на наше мероприятие, что в среду у нас состоялась металлическая среда, традиционное наше мероприятие, где мы объявили на старте марафона «Летняя школа Реун». Там я как раз-таки рассказала о наших летних программах, и на марафоне мы сейчас подробно рассматриваем все наши программы нашей летней школы. И хотелось бы напомнить, что какие-то программы, это наши разговорные клубы, это наши курсы повышения квалификации, это мастер-классы по новаторскому УНК, по теме проектная деятельность. И вот вся наша тема красной нитью проходит как раз-таки разговорная металлическая практика для всех наших летних программ. Итак, еще раз напомню, что вчера мы в 3 часа тоже собирались, я подробно рассказала о курсах повышения квалификации, на которых можно не только подковать себя металлически, но и получить разговорную практику. Еще раз напомню, это курс Галины Волковой, методика обучения в начальной школе, это школа эффективная, для особенностей обучения учащихся начальной школы, подготовка к международным экзаменам и так далее. Название длинное, 48 часов, с онлайн-поддержкой. Напомню, что с 1 по 7 июля как раз-таки будет скидка на этот курс 20%, поэтому тем, кому интересна эта тема, пожалуйста, присоединяйтесь к этому курсу. Следующий курс мы заявили, это для обучения взрослых, Being Trendy with English Files for the Edition, это курс Марии Пивоваровой, она как раз-таки тоже сделала такой модульный курс и добавила туда несколько разделов по развитию мягких навыков, то есть курс идется на английском языке, все лекции записаны на английском языке, то есть попрактиковаться вы можете тоже по-английски, изучая методику и особенности обучения взрослого, взрослой аудитории. Ну и подготовка к ЕГЭОГЭ. Это вы уже знаете, это у вас на слуху, те, кто у нас постоянные клиенты, да, я всегда с удовольствием рассказываю про свой курс, в страну, как мы совершенствовали свой курс, да, и сейчас предложили, добавили обучение экспертной проверки для подготовки к ЕГЭО учителей, то есть, если будет интересно, пожалуйста, заходите, вся информация у нас есть на сайте shopreload.ru. Так, ну а сегодня, как я вчера заявила, мы поговорим о, как, сегодня 27 мая, это разговорные клубы, да, это у нас, кстати, новинка, и наш дебют такой, да, вот разговорных клубов, поэтому не судите строго, но программа подготовлена, вот сейчас я все расскажу, да, какая же программа подготовлена. Вот, напомню, что в понедельник, 30 мая, у нас, мы поговорим о проекте деятельности, да, с помощью УМК «Бридж-то Солюшнс» с ее соавтором Анной Гузьминой, и она расскажет вам об этом УМК, на самом деле классно, вот приходите, послушайте, вот, и 31 мая у нас еще одна программа, это для обучения дошкольников, вот, выступить Елена Бридова. Тоже, все мероприятия начинаются в 15.00, присоединяйтесь к нам в телеграм-канале, где мы будем анонсировать все наши мероприятия. Так, ну, поехали. Значит, все три месяца, значит, я сегодня представляю два клуба, я сегодня, кстати, не одна, извините, представлюсь, Малинова не будет, кто меня не знает, я старший медицин, руководитель школы педагогического мастерства компании «Релон». Сегодня со мной, она подключится чуть позже, это Дарья Мондарева, то есть мы представляем два клуба, литературный клуб, то есть клуб для чтения, да, и киноклуб, да, для просмотра фильмов, фильмов, с идеалов, я не знаю, что вам расскажет Дарья, что вы будете смотреть. Вот, я немножечко сейчас расскажу о нашем читательском клубе литературном, и потом дальше подключится Дарья и расскажет о своем проекте. Вот, и ваша задача выбрать то, что вам ближе, а может сразу два. То есть если нечем будет заняться летом, эту дождливую, холодную погоду, приходите к нам в «Релон», в наш замечательный магазин, где будут проходить свидания наших клуб. Итак, значит, литературный клуб представляю я, будет он работать у нас в три месяца. Если все у нас классно сложится, и будут у нас запросы, да, продолжения действий этих клубов существования, то есть мы продолжим программу и в течение учебного года, если будет востребовано. Ну, пока вот такая летняя программа. Ну, мы предполагаем, что в нашем клубе будут участвовать учителя, преподаватели, ты, может быть, те, кто просто изучает английский с литературой, например, B2, C1. Значит, занятия проводятся три раза в месяц, и в месяц мы читаем одну книгу. Ну, об этом я расскажу чуть дальше. А давайте теперь посмотрим, где мы будем с вами собираться. Я сегодня специально сходила в магазин наш, и для вас вот сделала такое фото, да, то есть у нас очень уютно, здесь будет такая уютная обстановка, нас окружают книги, стол со стульчиками круглые, там, где мы можем уютно расположиться, и по обсужданию любимой книги. И вы можете, будете иметь возможность посмотреть все, что у нас есть, что-то приобрести. Ведь, вы знаете, вот мне так кажется, что пусти учителя в книжный магазин, и он оттуда выйдет через несколько часов. Вот кто со мной согласен, на горючек нажмите, пожалуйста, чтобы я видела своих единомышленников. Да, вижу, что много таких единомышленников. И вот, представляете, вам такая возможность предоставляет. Так, что же мы будем читать? Ну, вы знаете, я долго думала, что мы будем читать, и все-таки, раз мы связаны с обучением детей, и, возможно, ту технологию, которую мы будем применять в нашем клубе, вы потом перенесете свои классы в свои занятия. И поэтому я взяла известного автора, это Рот Дань, и его не менее известные книги «Дэни за чемпионов и Уэрлд», «Матильда» и «Чалли» и «Чалли» и «Чалли» и «Чалли» и «Фактори». Вы знаете, я, честно, выбрала эти книги и начала потихонечку их сама читать. То есть мы в 8-м выявили Дэни «За чемпионов и Уэрлд», и я не могу оторваться, правда, от этой книги. Вы знаете, настолько легко читается, и даже та лексика, которая, допустим, немножко сложноватая, по контексту ее можно очень хорошо узнать. И сюжет очень интересный. Есть что пообсуждать. И вы потом поймете, почему, да, потому что мы не будем просто обсуждать герои и так далее, а технология «Revit Circles» предполагает почти другую. И вот давайте сейчас я вам представлю, да, немножечко эту технологию «Revit Circles». Вот здесь у нас наши есть такие значки. То есть технология предполагает, да, работу небольших групп, ну, небольшой группы, сколько у нас соберется народу. Если соберется больше шести человек, значит, будет две группы. Значит, эти группы мы делаем, работа небольших групп, которые встречаются в нашем магазине. Я уже показала, где. Чтобы обсудить прочитанные истории и прочитанные книги, да. И вот технология «Revit Circles» предполагает участие в свободных живых обсуждениях, связанных с реальными жизненными ситуациями. Ну, примерно пять-шесть человек группы. Такое количество является оптимальным. И вы видите на экране, у нас шесть значочек таких, да, то есть шесть ролей, которые собираются в этом «Revit Circles». И вот каждый из участников играет какую-то определенную роль, да, в обсуждении истории, книги, там, что мы прочитали. И вот я назову сейчас эти роли, и вы себе представьте, да, то есть я не буду переводить их на русский язык, я зачитаю так, как они представлены у нас в этой технологии, а вы подумайте, и какие ассоциации вас будут рождать. Итак, первая роль у нас «Discussion Leader». «Discussion Leader». Вторая – «Summarizer». Третья – «Connector». Четвертая – «Word Master». Пятая – «Passage Person». И «Culture Collector». Вот, я думаю, пока я их называла, вы, наверное, себе представили, что каждый член этого кружка, да, нашего, участник этого кружка, да, который берет на себя определенную роль, вы уже немножечко имеете представление, чем же он будет заниматься. Вот. Для того, чтобы подготовиться к своим ролям, участники работают по ролевым карточкам. Дальше я их тоже вам покажу. Ролевые карточки содержат задания, для выполнения которых участникам необходимо использовать определенные умения чтения. Но я думаю, что все мы умеем, владеем различными стратегиями чтения, и сосредоточимся на определенном виде работы с текстом. Да, для каждой роли он будет своим. Участники клуба читают, ну, как мы обычно, значит, на первом заседании, конечно, мы представим вам книги, потом вы их приобретете, да, либо мы их в PDF-формате вам разошлем, да, чтобы, или вы найдете где-то, или, может быть, у вас они есть. Значит, на первом занятии мы знакомимся и определяемся с ролями. Далее домашним заданием будет у вас какое-то количество глав прочитать, да, когда вы уже поработаете дома с этим, да, то есть вы будете знать, что для вашей роли нужно сделать, выполнить какое задание. И, значит, вы выполняете задание в своих ролевых карточках, которые подразумевают взглядную историю с определенной точки зрения, то есть один с одной точки зрения, другой с другой точки зрения, ну, в зависимости от роля. Ну, и затем мы собираемся на второе заседание и, используя свои ролевые карточки, проводим дискуссию по прочитанному тексту. В этот же день мы обмениваемся ролевыми карточками и вторую половину книги, значит, вам дается две недели, чтобы прочитать все это. И мы встречаемся на третьем занятии, уже полностью обсуждаем книгу, да, по этим ролевым карточкам. Вот. Примерно вот такая вот программа. Ну, давайте посмотрим, что же, чем же будет заниматься у нас каждый, что за роли, да. Итак, первое у нас дискуссион-лидер. Дискуссион-лидер, его задача – это прочитать историю дважды, вот это, ну, какой-то, может быть, там, я не знаю, главу, там, две главы, да, то есть тот отрывок, который мы будем обсуждать, собираемся, да, то есть дважды, подготовить как минимум пять общих вопросов. Вот, посмотрите, внизу я такую сделала вырезку, ну, это с примерами, да, ну, например, мы пишем story, как называется, да, и вопросы. То есть вот эти карточки подразумевают как раз-таки и вот эти вот спейс-места, да, где можно записать вопросы. То есть полностью рабочая карточка, которую можно заполнить. Вот. Задать как минимум пять общих вопросов о прочитанном материале, да, там, начать дискуссию, то есть он, собственно, руководитель, да, вот его задача – придумать пять вопросов и следить за тем, чтобы какая-то была очередность, то есть ввести этот пункт. Так, далее у нас саммирайзер. Саммирайзер, значит, какая у него задача? Он должен, естественно, прочитать историю, написать заметки о событиях, героях, идеях, найти какие-то ключевые моменты, да, которые все должны знать, чтобы понять и запомнить историю. Ну и, конечно, раз он саммирайзер, да, должен кратко изложить историю за одну-две минутки, да, своими словами. Ну и обсудить краткое изложение истории с группой, используя свои заметки. Это следующая роль. Так, и третья у нас, третья карточка – это коннекция. Коннекция. Задача участника с ролью коннекция заключается в том, чтобы нужно найти связи между историей и реальной жизнью, да, сделать какие-то письменные заметки, минимум хотя бы по двух связям, да, истории с реальной жизнью, основанным на собственном опыте, да, опыте друзей и семьи, рассказать группе об этих связях и попросить участников группы прокомментировать или задать вопросы. Попросить участников группы выявить другие связи истории с реальной жизнью, помимо тех, что уже выявили, да, может кто-то еще что-то добавить. Ну, то есть вот такое вот интересное обсуждение. Так, следующий у нас – это Вольд Мастер. Вольд Мастер у нас заведует как раз-таки словами, да, которые… Ему нужно найти, будет сложные слова. И сложные или важные для понимания, да, истории. Какие-то словосочетания, короткие справки, выражения, выбрать пять, ну, слов или выражений, которые считаются важными для понимания этой истории. Вот. Если кому-то непонятно, он может привлечь слова, и нам постараться объяснить значение этих слов на английском языке, группе, вот, простыми словами, да, объяснить. И объяснить, почему эти слова именно являются важными для понимания истории. Ну, то есть работа непростая в этом reading circles, но очень-очень интересная. Я в меня прямо чешутся руки, правда, что побывательная вот в этом reading circles. Так, и следующая у нас роль, это уже пятая, получается, это passage person. Passage person, сейчас я покажу вам, как это выглядит, что, чем он занимается. Он должен прочитать историю, естественно, найти в тексте интересные, важные и сложные отрывки, написать заметки о трех важных отрывках. Это могут быть отрывки, важные с точки зрения сюжета, отрывки, которые раскрывают характер героев, или содержат в себе интересные или выразительные слова. То есть вот это все прописано у него в карточке. То есть ничего не нужно выдумывать, да, в чем заключается мэрл. Все прописано, вся инструкция дана в карточке. Вот, потом самому прочитать участников группы найденные отрывки и попросить кого-то из участников группы их тоже прочитать, да. Ну и задать какие-то вопросы, да, по каждому отрывку. Ну и последний у нас участник нашего circle, reading circle, это culture collector. Ну вот здесь, да, он читает историю и находит в тексте сходства и различия между своей культурой и культурой, представленной в истории. Ну это, как вы знаете, да, что это важный принцип, особенно когда с этими вы будете организовывать вот такие вот reading circles. Это как раз-таки такое социо-культурное направленность, да, найти и в своей культуре, и в стране изучаемого, эти как сходства, различия и так далее. Вот. И написать об этом заметки два-три абзаца, да, где содержатся эти межкультурные сходства, различия. Потом самому прочитать, выбрать отрывки в группе, попросить кого-то из группы, прочитать их, задать вопросы и так далее. То есть вот, собственно говоря, когда каждый, да, выступит со своей ролью, обсуждение же все равно завязывается. Вот. Получается такое очень классное обсуждение. Ну, стоит только начать, беда, как говорится, начало. Попробуем, если дальше пойдет, мне кажется, что-то принесем еще свое новое в этом. Итак, это я рассказала коротко про технологии, которые мы будем использовать в нашем клубе. Немножечко про расписание. Мы выбрали два дня. В зависимости, ну, мы понимаем из опыта, что некоторые преподаватели свободны первую половину дня, а лекции преподаватели свободны во вторую половину дня. Поэтому мы составили два дня. Взяли вторник и четверг. Группа, которая будет приходить к нам во вторник, мы будем с ней встречаться в 11 часов. Занятия будут вестись полтора часа или два академических часа. Ну, предпочтительное количество мест мы так написали, да, шесть. Ну, если будет больше, почему нет, да? Можем, значит, либо сделать две группы для обсуждения, если будет больше, да, там около десяти человек, да, например, разделить по пять. Мы присоединим все ведущие, да, к этому Reading Circle. Мне тоже не хочется очень пообсуждать, читая, сейчас тренинг. Вот. И в четверг то же самое, только встречаемся мы в пять вечера, да, и где-то, ну, пол-светома закончится. Значит, как я сказала, некритичное количество мест, значит, больше точно будет требоваться. Вот. Длительность курса, как я уже сказала, с 1 июня по 31 августа, то есть летняя программа такая вот у нас. Но, значит, есть варианты по выбору, да, то есть мы предоставляем абонемент. Ну, купить на одно занятие билет как-то ни то, ни сё, да. Поэтому мы делаем абонемент на три встречи, вот, допустим, на одну книжку, да. Если все понравится, захотите еще с нами дальше продолжать читать Матильду. Значит, можно купить на шесть встреч, то есть на два месяца. Ну, и если хотите еще и чай с шоколадной фабрикой пообсуждать, потом всегда вынести с детьми, да, организовать такой же клуб в своем учебном заведении, значит, можно купить абонемент на все девять встреч, то есть на всё лето. Это получается у нас, что мы будем встречаться, там всего у нас девять раз мы встречаемся, да, то есть вы, собственно, не особо привязаны к убитии, да, к нашему клубу, но тем не менее будете посещать, да, лишний раз приехать на сритингу, вот, и встретиться с коллегами, пообщаться на английском языке. Так, ну и сейчас я приглашаю, да, коллеги, пока Дарья к нам не подключилась, может быть, какие-то вопросы, задавайте вопросы, я отвечу, если какие-то вопросы возникнут у вас по клубу. Пока Дарья будет вас приветствовать, я буду ждать ваши вопросы, если что, в конце всё отвечу. Пожалуйста, Дарья, представляю мою коллегу, руководителя отдела Олимпиады и конкурса, они придумали тоже классный проект разговорного клуба, но у них немножко другое направление, о какой расскажет Дарья. Здравствуйте, коллеги. Все меня слышат? Меня слышно? Да? Поставьте плюсик, чтобы я знала, что всё нормально. Всё слышно, Дарья. Всё супер, спасибо. Мы тоже про английский разговорный клуб, но мы будем смотреть, мы рассчитаны на совсем другую аудиторию по сравнению с Юлией. Мы зовём к себе старшую школу и среднюю школу, примерно ориентируясь, примерно, как считается, это B1-B2 уровень знания языка. Мы будем смотреть мультики, мы будем смотреть фильмы. Сначала мы подготовили для вас мультики. Мы зовём всех людей, которые хотят подтянуть разговорный английский. Мы назвали наш киноклуб «Raccoon Movie English Speaking Club». Мы будем все вместе. Можно следующий слайд? Мы в непринуждённой атмосфере. Наши занятия будут также рассчитаны на полтора часа, как и у Юли. Однако мы ждём не только учителей английского языка, которые хотят обновить свой уровень, подтянуть, пообщаться с равными. Мы зовём именно людей, которые хотят войти в английский язык легко и непринуждённо. Мы зовём школьников, мы зовём старших школьников, мы зовём, может быть, студентов, вообще всех. Кому интересно, преодолейте языковой барьер и получите языковую практику. Почему мы выбираем формат киноклуба? Когда мы слышим английскую речь от носителей, следя за, эмоционально подключаясь к сюжету, мы входим в язык непринуждённо. И таким образом мы активируем легко наш пассивный словарный запас и приобретаем новое. И это всё происходит как бы на непроизвольном внимании, что само по себе приятно. Вдобавок мы выбрали мультики, потому что это язык живой. Тот самый язык, на котором действительно разговаривают та самая целевая аудитория наша. Это наша средняя школа, молодёжь, да, молодёжь, школьники и молодёжь. Мы зовём к себе не больше 10 человек в каждой группе. Мы тоже занимаемся два раза в неделю. Мы выбрали среду и пятницу. И также мы разделяем кому-то в каникулы, удобнее прийти днём. Это в среду мы ждём в 4 часа, а кому-то утром. Это пятница. Мы будем заниматься не в таком помещении, где Юлины будет литературный клуб. У нас киноклуб настоящий, с большим экраном, с чаепитием, с печеньками, с яркой и тёплой атмосферой. Первая группа у нас стартует 15 июня. И мы также предлагаем вашему вниманию абонемент. Июнь у нас короткий абонемент, потому что мы начинаем с половины месяца. Можно зайти на разовое занятие, можно приобрести абонемент на месяц, можно на два, можно на всё лето. Мы посмотрим этот формат для лета. Я думаю, что это идеально, потому что мы как раз избавляемся от того стереотипа, что английский можно учить только на уроках. И будем учить его в непроизвольной, лёгкой атмосфере, получая при этом большое удовольствие. Следующий слайд, можно? Почему мы выбрали Gravity Falls? Например, мои дети личные посмотрели Gravity Falls, не знаю, раза по три каждый из них посмотрел. И именно с точки зрения интересного, красивого, живого языка. Да и взрослым интересно, интересно всем. И захватывающие приключения, я думаю, что захватят вас в атмосферу английского языка. Формат нашего занятия будет следующий. Сначала мы знакомимся, обмениваемся последними новостями, встречаемся. Потом смотрим серию. Серии там небольшие, там по 20 минут всего лишь. И потом мы разбираем всё самое интересное из лексики, непонятное из лексики, что мы встретили и что мы поняли или не поняли. Потом смотрим вторую серию. И обсуждаем уже в малых группах, чтобы, постоянно меняясь с партнёрами, чтобы получить максимальный опыт разговорной речи и усвоить сложный словарный запас, несложный словарный запас, чтобы всем было интересно. Конечно, мы будем корректировать по ходу наших занятий то, что нам покажется совместным, лучше изменить. Но в целом я уверена, что те люди, которые выбрали среду, будут ходить к нам и в пятницу. Мы ждём всех. Вот, наверное, у меня всё. Сария, большое спасибо. Вы классно представили свой клуб. Я думаю, что у многих появились идеи, как занять своих детей летом. Может быть, записать их в этот клуб, купить им абонемент. Или сделать это кому-то в подарок. Разговорный клуб и киноклуб, я думаю, что вы с такой пользой, с таким удовольствием проведёте с нами время, что будете рассказывать всем и приглашать всех. Отвечая на вопрос Ольги Доктаевой, это только в Москве. Да, это пока только в Москве. Мы подумывали о том, чтобы сделать это всё онлайн, но сами подумайте, что онлайн такая обстановка не получится, да, и такое обсуждение не очень-то будет, каким хочется. Поэтому в этом случае мы предлагаем вам в нашей школе Олдсбридж, да, пройти, приобрести тренинг, он стоит там буквально недорого, который так и называется, технология Велин Саунс. То есть вот всё, что я вам немножечко рассказала, там рассказывается подробно, как организовать этот дискашн-клуб, клуб. И вы можете в своей школе, можете на своих курсах, вы можете просто в городе найти классное какое-то помещение в своём, например, там, в библиотеке, да, договориться, и организовать такой клуб. Почему нет? При этом немножечко заработайте денег. А можно сделать это всё бесплатно, со сладостями, да, но просто получать удовольствие. Ну, то есть изучите, пожалуйста, технологию, если вы хотите, и организуйте для себя такой клуб. И я, конечно, попробую, мы в течение учебного года попробуем, если у нас пойдёт, если у нас зайдёт онлайн-общение, онлайн-клубы, то они будут работать. Но я всё-таки думаю, что лучше всё это делать вживую. Итак, коллеги, на сегодня всё. Я думаю, значит, на экране у нас есть адрес, есть телефон, куда можно будет обратиться. Сейчас ещё раз нам, Павел, вкиньте, пожалуйста, ссылочку на лендинг и на форму по заявкам. Значит, ну, на лендинге вы увидите полностью, информацию, там уже, по-моему, подключена кнопочка «Купить», можно будет приобрести. Так, мои контакты. Павел, можете написать на мою почту рабочую? Напишите для Ольги. Так, на чём-то я остановилась. А, и сейчас, да, сейчас, пожалуйста, Павел вам скинет такую вот табличку, где вы можете ответить летнюю программу. Мы с вами обязательно свяжемся. Мы ждём, когда люди к нам подключатся, и обязательно с вами, с каждым, с каждым свяжемся, кто оставил доявку. Надежда, когда будут скидки на этот курс, о котором вы вчера говорили? На какой курс, Надежда, скажите, пожалуйста? Значит, скидки у нас будут действовать в июне на все курсы и тренинги по начальной школе, по методике обучения начальной школы. На ревенцию АПЛС у нас нет клуба. Это же новые клубы. Это новое всё. Это, ну, скидок не будет пока что. Вот. У нас будут скидки на курсы повышения квалификации. Да, связывайтесь со мной, я расскажу всё-всё-всё. О, онлайн-тренинг. А, вы имеете в виду обучение, обучение экспертной проверки, да, Надежда? Ответьте мне, пожалуйста, да? Обучение технологии reading. А, reading circles. А там такая цена, там что, что даже скидку делать. Там она тысяча рублей стоит, по-моему. Ну, посмотрим, да. Просто я не заявила сразу, могут сделать на неё скидку. Но если получится, сделаем, пожалуйста. Смотрите, да, полторы тысячи рублей, да. Так, вот. Если успею я к июню сделать на него скидку, то, пожалуйста, можете воспользоваться за скидкой. Так, ну, на сегодня у меня вся информация. Мы встречаемся с вами теперь в понедельник, тоже в 3 часа. Мы встречаемся с вами, значит, участвовать буду я и моя коллега, старшая механизм компании Reload, соавтор новаторского УМК Bridge to Solutions, да, то есть автор у нас Светлана Голодова-Севич, Анастасия Абейсова, с ней встретитесь, она будет вести мастер-классы. И в понедельник с Анной мы расскажем, чего же заключается вообще вот новизна, новаторство этого учебника. Вот, это не просто, он даже не в печатной форме у нас, да, он у нас уже вот именно в такой современной оболочке, которая будет в дополнительном образовании просто больших подспорьев. И мастер-классы, которые будут давать, именно покажут вам, как работать, да, с этим учебником. И возьмете проект, да, то есть будете вместе с соавтором Анастасией Абейсовой разрабатывать проект. Это прикольно, это здорово, это хороший опыт, который можно привести потом на свои занятия. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами, коллеги. Пожалуйста, записывайтесь на наши летние программы, мы с вами со всеми свяжемся, и жду вас с нетерпением в наших клубах. Всем до свидания, всем хороших выходных, до встречи.